всем привет мои хорошие вы снова на канале домашняя кухня вкусно и просто и сегодня делюсь с вами обалденным рецептом макового рулета я обожаю выпечку где присутствует мак это всегда вкусно и сегодняшний рецепт очень простой перед просмотром обязательно ставьте лайк и давайте же скорее начинать я взяла пол литра молока теплого оно должно быть именно теплым не горячим не холодным и давайте же сделаем для начала опару чтобы наш пирог получился красивым пышненьким я беру пачку дрожжей здесь у меня 11 грамм если у вас нет такой маленькой пачечки то одну столовую ложку без горки добавляю теплого молока и также добавлю с сахаром 3 столовые ложки кстати обратите внимание девчонки вы наверно заметили что у меня на моих баночках появились очень красивые наклеечки я их заказала на валберис ссылочку оставлю внизу в инфобоксе и сейчас похвастаюсь как у меня теперь организованы мои баночки на кухне это очень стильно красиво можно кстати выбрать любые для специй или для я выбрала для сыпучих в общем очень красиво и очень удобно самое главное я всегда путаюсь своих многочисленных баночках и теперь когда все подписано я знаю где что хранится так теперь я перемешиваю опару и оставляю ее минут на 10 чтобы появилась такая пенка сверху заодно вы сразу проверяйте дрожжи то есть если не будет образовываться пенка значит дрожжи плохие и выпечка у вас не получится а пока у нас подходит опара давайте вам немножко покажу свою полочку где у меня хранятся крупы вот смотрите какая красота у меня организация в полочке в общем когда мне нужно что-то достать я просто достаю баночку очень люблю вот у меня теперь название все это еще не все наклеила покажу вам начало не могу не поделиться смотрите как подошла опара видите сверху образуется вот такая вот шапочка значит дрожжи хорошие выпечка у вас получится и добавляем еще две столовые ложки сахара с горочкой 3 мы добавили еще 2 даже добавляем 100 миллилитров растительного масла два яйца желательно чтобы они были комнатной температуры тепленькие когда тесто будет легче подыматься все перемешиваем венчиком и останется добавить 800 900 грамм муки точно сказать не могу потому что мука разная и смотрите по консистенции чтобы тесто было не слишком забито покажу какая консистенция должна быть муку желательно просеять вообще-то нужно делать наверху выпечку кстати наклеечки можно купить в любой стране будем постепенно добавлять муку смотреть на консистенцию перемешивать венчиком потом пока уже венчиком будет тяжело я буду перемешивать рукой тесто податливое потому что здесь растительное масло и не будет сильно видеть кругом я добавила уже 600 грамм муки где-то и где уже венчиком тесто тяжело мешать я также замешиваю в чашке не обязательно его на стол высыпать чашки тоже прекрасно замешивается и потихонечку вот так вот рукой замешиваю муку добавляйте постепенно не сразу всю сразу все тесто готово сейчас покажу вам маленький лайфхак как сделать чтобы тесто быстро поднялось в этой же чашки в которой заводили тесто я ее вымыла и хорошенько вытерла она была сухая теперь смазываю растительным маслом и тесто кстати сейчас я вам покажу какое оно получилось по консистенции смотрите она не жидкая мягкая податливая и совершенно не липнет к рукам в общем теперь в эту чашку перекладываем тесто закрываем полотенчика и оставляю на часик подыматься так ну что прошел час смотрите как хорошо подошло тесто и начинаем формировать рулет руки желательно немножко смочить либо водой либо растительным маслом когда тесто будет лучше слушаться также я подготовила противень видите тесто было хорошо подходить в такой чашки которая не забита мукой и она тогда легко подходит по себе тесто послушная ту поверхность где вы будете работать тоже можете немножко смазать растительным маслом смотрите какое хорошенькое тесто получается послушная не липнет к рукам противень я застелила просто бумагой пергаментной если у вас такой нету всегда можете смазать растительным маслом или сливочным маслом и начинаем раскатывать рулет так я сталку тоже немножко к маслом растительным маслом чтобы вообще не было много теста объявлений как он хорошо слушается тесто послушненько многие знаю боятся заводить живое тесто потому что думают что она не будет слушаться так раскатываем сначала пласт толщиной примерно меньше сантиметра и дальше вам покажу что я буду делать я взяла пачку мака у меня здесь 50 грамм стандартных бывает по 40 грамм замок если у вас маг какой-то большой пачки тогда возьмите примерно 5 столовых ложек и теперь мак я заранее не замачиваю для этого рулета равномерно распределяем во всей поверхности тесто вот таким вот образом и вы наверное заметите что в само тесто мы положили не так много сахара потому что мы его добавим в начинку очень вкусно получается сахар знаете немножко плавится в общем я буду добавлять 5 столовых ложек сахара сверху мак можете кстати перемешать сразу мак и сахар и потом уже распределять теперь возьмем острый нож и будем заворачивать рулет кстати я поставила разогреваться уже духовочку на 180 градусов но еще желательно этому рулету дать немножко отдохнуть что это значит значит переложить его на противень и дать ему полежать минут десять хотя бы тогда он будет еще лучше воздушнее вот эти папа большой на труд нет получается так вот здесь вот где края мы немножко щипнем чтобы закрыть рулетик чтобы у нас вам во время выпечки ни в коем случае не расправился все теперь перекладываем на противень форме рулета вот таким вот образом и желательно острым ножом делаем разрезы чтобы он у нас так раскрылся когда он еще будет выпекаться он еще больше раскроется это очень красиво и конечно же мы еще смажем яичко но сначала дадим рулету немного подняться минут десять его оставляем на противне чтобы он отдохнул и тесто чтобы у нас поднялось вот смотрите как красиво вот когда рулет расстроится немножко смотрите как он подошел мы берем вот либо один желток и немножко молочка либо прям яичко полностью и желток и белок и смазываем рулет духовка тоже уже нагрелась при температуре 180 градусов выпекаем рулет 35-40 минут зависимости от того как ваша духовка выпекает смотрим по цвету по румяности сразу понятно когда уже нужно будет доставать все и посмотрим с вами что у нас получится в итоге ну что мои дорогие прошло 40 минут посмотрите какой обалденный рулет получается внутри он немножко важного ты сверху хрустящая корочка это очень и очень вкусно обязательно попробуйте приготовить если не хотите такой огромный можете сделать два маленьких я люблю такой большой сразу приготовить его удобно порционно резать прям вот где по разрезу да и у нас большая семья кому интересно переходите на мой влоговый канал называется он мамочка лео ссылочка на него в описании у меня четыре сына и мы в ожидании пятого сыночка в общем-то много всего интересного и переходите буду рада видеть вас на своем влоговом канале а на этом буду заканчивать видео обязательно приготовьте порадуйте своих родных и близких не забудьте поставить пальчик вверх подписаться если вы этого еще не сделали и конечно же поделиться в любой социальной сети со своими родными близкими друзьями чтобы они тоже приготовили такую вкуснятину пока пока хорошего настроения и увидимся